ТЮЗ Мы вышли из бухты. Это чушь получается? Пришел, увидел, опылил? Мы хотим показать, Оля, что Пятигорск это всероссийская здравница. Да я вас умоляю, но вас же смотреть жалко. Жалко у пчелки? Ну тебе виднее, конечно, да. Что? Тебе надо, ты иди. Весна. Как я люблю, когда пахнет весной, Таня. Вот ты мне, родная, скажи, кто это? Катя, типа красивая. Самая, моя, моя. Самая красивая. Танюх, зацени, как мне в этом. Слушай, ништяк. На, носи на здоровье. Спасибо. Ой, ребят, ну вы как в мавроди, не успели выйти, уже фигню какую-то делаете. Что-то рубит меня сегодня. Пойду прилягу. А вы давайте, как Лермонтов. В смысле? Прославляйте Пятигорск. Друзья, как вы догадались, сегодняшнее наше выступление полностью посвящено Древнему Риму. Как известно, все дороги ведут в Рим. Итак, трасса Сызрань-Калуга, придорожное кафе, где-то под Неаполем. А в ресторане, а в ресторане, а там едай, а там цыгарь. Господи, чё, первый раз в жизни есть будешь, что ли? Я хочу сделать заказ. Мы не убиваем людей. Девушка, девушка, принесите пасту. Дома зубы почистишь. Вообще-то паста — это вареные спагетти. Господи, чем только люди зубы не чистят. Принесите салат, Цезарь. О, а заказ-то в тему. А почему у вас на скатерти сигаретой вы с женой словом «помогите»? Потому что у нас не курят. А почему у вас на скатерти сигаретой вы с женой словом «помогите»? Ну, поставьте хотя бы музыку, я не знаю. У вас есть что-нибудь из Пугачёвой? Есть. Ха, Кристина Арбакайте. Вы не боитесь потерять работу? Я боюсь потерять свободу, не беси меня. Да вы ханка! Позовите администратора. Ну, наконец, и для меня нашлась работёнка. Моя цель – защита прав потребителей, потому что я суперадминистратор. Вот я дура, да дура, а что же я наделала-то? А вы меня теперь уволите, да? Ну, говорили же, не хами, не груби, а у меня же трое детей, у меня же куча долгов, а? То есть ты думала, вот так всё будет, да? Пошла отсюда! И чё они от нас все бегут, а? Повара менять надо! Да сто процентов! Пойдём! На приёме у врача! Здравствуйте! Ой, извините, у вас просто на двери диетолог написано! Не-не, правильно, правильно. Что? Вы врач-диетолог? А чё, смущает вас чё? Ну, не. А-а-а! Сейчас садись! Ну, рассказывай, чё там. Доктор, вы знаете, у меня лишний вес, у меня из-за этого проблемы. Извините. Алё. Алё, это милиция? Нет, ошиблись номером. Тогда слушай, я маньяк, и я слежу за тобой. А-а-а, это ты маньяк следишь за мной. Я тебе хочу сказать, хреново ты следишь за мной. Я б тебе даже сказала, ты меня как это? Запустил. А-а-а! Так, чё там говорите у вас, а? Ну, я же объясняю, у меня проблемы, ну... Ну всё, не нервничайте, Катюша, зайдите. Да! У нас есть успокоитель? Примите. Да! Вот кого проблема. А-а-а! Сколько вы весите? Ну, 135. А хотите весить? Ну, 90. Так, 135, 90, это 45 килограмм. Ну, я не знаю, можно ногу отрезать. Что, можно? Не обращайте внимания, просто варианты перебираем. Послушай, милая моя, добрая девочка, понимаешь? Проблема-то не в этом. Все ваши проблемы у вас в голове. Простите, я не понимаю вас. Я говорю, башка у тебя вот такая, понимаешь? Так, девочки, кто следующий к диетологу? А, я. Пройдёмте. Слушай, ну, башка у тебя вот такая. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие друзья, если повнимательнее присмотреться к нашей команде, то можно увидеть, что мы похожи на сандалии римских легионеров. Мы такие же открытые и любого размера. И смотря на все угрозы, Пятигорский тюз продолжает своё существование. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь игра, и кто же тому виноват, Что я увлёкся этой игрой, и перед кем же. Ух ты! Мы вышли из бухты! Господи. Тюз тронулся, господа присяжные заседатели. Тань, короче, смотри, вот эта дура сделала постановку. Вон ту остапы, вот эта киса. Воробьянина? Да не, походу, реальное животное. А, вижу. Между прочим, это отец русской демократии. Господи. Вот так Горбачёва ещё никто не показывал. А ты кого играешь? А я Эллочка-людоедка. Кать, то, что ты съела беляш на Казанском вокзале, Это ещё ничего не значит. Да что ж это такое, а? Что творит эта женщина с нашей командой? Я не сплю и не ем! Она спит и ест! Ест и спит! Он тебе так и не перезвонил? Нет! Вот видишь, Кать, тебе даже психиатр не перезвонил. Так, ну что, охотники за табуретками, давайте собрались и поехали. Куда? Правильно. В номер 1! Ну, здравствуйте, друзья. Поехали, так поехали. А чтобы добраться до нашего уездного города, Нужно проехать на поезде. Ой, простите, вы, наверное, ошиблись. Это моё место. Чё, тебя спрашивают, чё это место, что ли? Нет. Ну, рот закрой. Чё ты читаешь, читает она тут. Что вы себе позволяете вообще, женщина? Что вы себе позволяете, женщина? Иногда после шести не ем, а так всё себе позволяем. О, шоколадка. Могу себе позволить. Я сейчас милицию вызову. Ха-ха. Толя, одевайся, тебя сейчас вызывать будут. Давай, тебе историю расскажу. Смотрю, всё равно спать не собираешься. Почему я-то не собираюсь? Вот ты наглая вообще. Человек тебе историю рассказывает. Ты спать собираешься? Вы что, совсем с ума сошли, женщина? Молодая я была. Парень к нам приехал. Студент-практикант. Ну, я решила это дело не затягивать. Сразу взяла быка за рога. До сих пор здесь два шрама. А с парнем что? С каким парнем? Ну, который к вам приехал в деревню, практикант. Вот ты даёшь. Ты что, спалашь, что ли, а? Да вы ненормальная. Проводник! Да, действительно, проводник! Проводник! Чё выреки здесь я? А-а-а-а. Билеты готовим! Друзья, ну а такая девушка есть только в нашем уездном городе. Вот. А это я маленькая. Прикинь? Ха. О, это я курю с военга, это я курю одна, снова курю, это мама, снова. О, а это я своему бывшему оградку крашу. Не верил мне. А это я с Путиным в Сочи зажигаю. Да чё ты врёшь! И вы мне не верите? Верим! О, а это я с крыши падаю. Оп, отскочила. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Оль, вообще-то это не смешно. Так, во-первых, заткнись. А во-вторых, для тебя я не Оля. А кто? Олеся. Живёт в Пятигорском Полесье Маньячка-убийца Олеся Поймает тебя на пуске И тюк-фу топором по макушке Олеся! 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 Так люди кричат Так люди кричат Олеся! Стойте! У нас следующий номер, Саша, объявляй. Ну, а такая ситуация могла произойти в любом уездном городе. Пакет будете брать? Всем лежать, это ограбление! Деньги давай сюда. Пистолет повыше. Что? Пистолет повыше. Вот так, вот левее. Вот так вот. Спасибо! Ах, Лукинский пошёл нафиг с Новым Годом! Выручку давай! Слышь, я директору выручку не даю, думаешь, тебе и отдам, что ли? Я тебя сейчас убью! Если ты меня убьёшь, я тебя ударю. Ты что, меня не боишься? Послушай, меня. Я в Махачкале три года свининой торговала, я ничего не боюсь. Слушай, а где ты такие колготки взял? Чё это за фирма? Я просто ищу... Семён Петрович, уважаемый человек, вы же наш директор, опять цирк устроили, а? А чё ты мне выручку не отдаёшь? А я сказал, ничего не дам вам! Дорогие друзья, на одной восьмой финала после нашего выступления Константин Львович сказал... И давно я не видел команды с Пятигорска. Чё у вас там, вода какая-то другая? Именно после этих слов вода в Пятигорске резко подорожала. Константин Львович, ну, личная просьба. Скажите сегодня что-нибудь про наши зарплаты. Нам очень надо, пожалуйста. Спасибо! ДОЖДИК БОССЕКУНДА Привет вам от Союзмультфильма. Эта женщина опять всё портит! Татьяна, не подскажете, с кем имею честь? Да крыса какая-то. Слышь ты, овца? Я мышь! Меня не интересует твой сценический псевдоним. Чё так непатриотично вырядились? Да потому что тема игры Волт Дисней. Да? А чё мы не Союзмультфильм? Чё? Нет Союза, нет мультфильмов, что ли? А чем советские мультики лучше диснеевских? Ты даёшь. Да потому что советские мультики, они же добрые. Не добрые. Добрые. Не добрые. Я сказала добрые! Так, теперь с вами. Что это вначале за танец был? Что вот это, что такое? Да мы хоть как-то двигаемся. Вы вообще еле ходите. Знаешь, говорите Дисней. Ну давайте попробуем. Как там говорится в вашем Диснейе? А? Let's go to the victory! В этом году великому мультипликатору исполнилось 110 лет. А взаимоотношения соседей бесконечны. Итак, обычный российский двор. Серёжа, сыночек, пойди поиграй с Павликом. Да оставлю, оставлю. Женщина, что вы делаете? Ты чё, на сварку смотрела? В смысле? Чё, не видишь, бельё снимаю. Вы моё бельё снимаете! Чё ты орёшь? Когда твой муж с меня бельё снимал, я так не орала. Чё? Да ладно, шучу. Орала. Слушайте, ну вы наглая вообще. Конечно наглая. Я единственная, кто у Мавроди свои деньги назад лично отжала. Женщина, я первая сюда пришла. Первая и уйдёшь. Павлик, Павлик, ты зачем кирпич взял? Брось кирпич. Я тебе сказала, брось кирпич! Ну это моя машина! А это муж мой, Павлик. Он как вермуту набьётся, постоянно чё-то бьёт. Серёжа, сынок, садись на папу. Ползите домой, скоро мультики начнутся. Да оставлю, оставлю, ага. Тема приветствия Микв Маус и все-все-все. Ну раз все-все-все, значит и немцы. Где-то на фронте. Где танки? Не скажу. Ты думаешь, если мы тебя повесить не смогли? Расстрелять не сможем! Зачем ты уничтожила наш продовольственный склад? Ха, вот вы даёте. Вы ж меня сами в нём на ночь закрыли. Как найти нам Сталина, говори? Чё его искать? Вы про него они идут, расскажите, за вами сами приедут. Эти русские над нами издеваются! Мы поймали партизан! Что, Ольга, предала нас? Ты там давай, стой, не выступай! Закройте их на продовольственном складе! О, слышал, на продовольственном складе. Идите, пожрите, через полчаса уходим. Сидоров, руки помой. Петров, чё такие грязные в плен-то залез? Прям выйду, поубиваю вас. Сначала их поубивай, потом выйду, вас поубиваю! Да хватит! Говори, где танки! Я не скажу, где наши танки. Да зачем нам ваши? Ты нам наши верни! Где танки? Слушай, ну зачем тебе танки? Ты же девочка. Алё! А я сколько раз говорила, не звоните мне в плен. Ромин, дорого, давайте. Иди сюда. Наши сейчас там через полчаса мост будут взрывать. Мне на тот берег надо. Я пойду, ладно, давай. Ты никуда не пойдёшь! Так, мисс Анорексия, ты не поняла? Я говорю, номер окончен, я ухожу. Мне пора, давай. Что? А ну идите все сюда! Идите все сюда! Знаете, как она меня назвала? Мисс Анорексия. Я Катя. Катя. Катя из Пятигорска. А то Олю из Пятигорска все знают. А Катю из Пятигорска никто не знает. А Влада из Пятигорска? А Артёма из Пятигорска? А этот парень? Даже я его не знаю. Но он из Пятигорска! Так всё! Я отказываюсь быть с ней в одной команде! Чё ты Кудрина включила, а? АПЛОДИСМЕНТЫ Значит, ты хочешь выборы, да? Да! Значит так, либо я играю с вами, либо мы играем вместе. Но это же безальтернативный выбор. Бывает. Девочки! Ну почему вы всё время ругаетесь? Ну мы же выросли все на одних и тех же мультфильмах, которые научили нас дружить, любить. О, тут отсечка. В моём случае любовь, это как нога. А это как? А это подвернётся, значит подвернётся. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. Такого снегопада, такого снегопада... Сразу нет! Вы вообще понимаете, что такое масштаб? Не бывают снежинки больше ёлки! Слышь ты, пихта Карликова, я по-хорошему пришла. Я ёлка! Слушай, правда ёлка, ага, и пахнет как ёлка. Тань, повесь её к нам в машину. О, давай. Подожди! Просто повесь. Ага, ага. Не смей трогать ёлочку! О, боже, всё нормально, просто снежинка в глаз попалась. Да что ж ты такая злая! Да! Нам это надоело! Надоело! Так, что за митинг? Вы недовольны своим лидерам? Недовольны! Да! Уходите! Уходите! Хорошо, митингуйте. Да, сейчас! Да, ум объявляй! Школа дрессировщиков! Так, кто отсутствует? Тютюшкина. А что я задавал на дом? Приручитель льва. Я так понимаю, все справились с заданием, кроме Тютюшкиной. Тютюшкина! А вы говорите, КВН умирает. Я вам больше скажу, КВН умирал, умирал. А тут Тютюшкина. И он как-то так приподнялся И говорит, ага-га, еще 50 лет проживу Вы мешаете То ли еще будет ой-ой-ой Я вот сейчас к Эронсту пойду Скажу, возьмите меня на работу Замом своим А то меня команда выгнала Ты с ума сошла? А что, еще мой дед говорил, петь так петь, спать так с королевой Он, кстати, сейчас за нападение на королеву в Англии сидит Так что я пошла Стой! Можно тебя на минуточку? Ну хорошо, ладно, оставайтесь Но при одном условии Больше никакой тирании Отныне ты добрая Катя, по условиям приветствия сейчас где-то 61 год Поэтому расслабься Вот теперь Каждый мужчина когда-то попадал в такую ситуацию Сашенька, догоняйте Как-то странно все это, Варенька Новогодняя ночь, лес, шашлыки А вы мне, Сашенька, сразу понравились Еще с самого того момента, когда сонные перепуганные мясо начали мариновать Варя, а зачем вы медведя убили? Ну почему же убила? Я его просто оглушила Чем ты на теплечком посидел? Варя, у вас рука в костер упала Ох, Сашка, попадешься ты мне под горячую руку Ой-ой-ой, медведь шевелится Вот видите, Сашенька, уже и медведь зашевелился А вы все никак не шевелитесь Вы мне знаете, Сашенька, суп с галушками напоминаете Почему? Вот захотелось сейчас и все тут Вы когда 250 грамм залпом пьете, так смешно лицо морщите Это у меня от матери водка осталось, не пропадать же Варя, я хочу как Гагарин В смысле? Быть у вас первым Ну тут максимум, Сашенька, на Титова можете рассчитывать Ну че, космонавт, поехали Полетели Ну что ж, друзья, мы продолжаем Подожди Игорь, простите, пожалуйста, что отвлекаем вас от просмотра выступления Но мне сейчас очень нужна ваша помощь здесь, на сцене От вас требуется только лишь присутствие и ваше обаяние Прошу вас Друзья, бывают моменты, когда член жюри ждет звонка от Александра Васильевича Маслякова И гадает, позовут его на игру или нет Итак, представьте, квартира Игоря Верника за три дня до финала Простите Да перестань ты так переживать, а Я тебе говорю Это Эрнст всю воду мутит Потому что тебя зовут корпоратива вести, а его нет, вот он и завидует Привет Здоров Ну че, звонил Масляков? Да не, он сидит, ждет А мой, как обычно, без звонка, без приглашения Я ему говорю, Лень, а ты куда собрался? Он говорит, я веселиться Взял скейт, коньяк и ушел Я не могу, а у меня сердце кровью обливает Я им сейчас сама позвоню Я им такое устрою там Подожди Алло Масляков? А че это вы Игоря Верников в жюри не зовете? А? Масляков? Я приеду, я в вашу контору там на уши поставлю Понятно вам? А? Масляков? Ну че сказал? Я, говорит, жюри вопроса не решаю, сейчас папу позову Да успокойся ты Да че успокойся, Таня Оскорбив лошадь, они оскорбили наездника Я, главное, как дура, всю ночь пятерку вязала Алло Приглашают провести день рождения Путина Он не пойдет, у него КВН А че так смотришь? День рождения Путина ты еще 12 раз сможешь провести А извини меня, 50 лет КВН один раз в жизни Да что ж ты меня, душу-то рвешь, а? Ну я же вижу, хочешь, ну Ну иди поздоровайся с ребятами Иди Беги, иди Беги, беги Побежал, побежал Ой, Танька, что не говори, а наши мужики лучше всех Вот видишь, Оля, не так уж это и трудно быть доброй Да, правда Ребят, вы меня простите, я постоянно издевалась над вами Да ладно, Оль, мы же понимаем, это не ради удовольствия, это ради КВН А, ну да, да Катюнь, ты меня прости, я постоянно била тебя и называла тебя цаплей обезвожженной Да ладно, я ж вас тоже бегемотиками называла Вы знаете, друзья, есть предел Есть предел доброте Оля, стой, стой Артисты любят за искусство, а музыканты за игру А в колене другие чувства, но описать их не могу Сезон для нас, ты как мужик Тебя завоевать нам нужно Я ради этого могу Быть даже женщиной послушной А я ведь могу и похорошеть Не надо верить в чудеса Не лезть в мой куплет Каза Ты ходишь по краю Сама начинает Да кто тебя трогал, скажи мне Да не здесь, умоляю Ты портишь всю песню Да рот ты закроешь Да кто ты такая Да сейчас ты узнаешь Да кто ты говоришь Девочки, новый сезон Хотели красиво начать А вы опять ругаетесь Да я-то нормальная Это она не хочет меняться Чё тебе, свингер, меняться что ли И в том же зале, на том же месте Не надо уже Оля, ты опять? Ты дашь нам хоть раз нормально на сцену выйти Да? Сейчас на сцену выйти, завтра чё, в номерах на счёте участвовать? Ага Дурдом какой-то, честно Дурдом, Оля, это когда мы сдаём кровь, а деньги ты забираешь себе Да потому что это мои, кровные Правильно, Оля Мы команда из Пятигорска А из-за таких, как ты, про наши регионы говорят Хватит кормить Кавказ Правильно, хватит кормить Кавказ после шести Тогда всё будет нормально Ты посмотри, сколько можно уже? Ой, Екатерина, вы пришли с группой поддержки Да ты, я смотрю, тоже тиран С подтиранником пришла С подтиранником Мальчик, чё ты ржёшь, а? Меня вообще-то Арчи зовут Вот, вот, Арчи А то Александр Васильевич в холодном поту ночью просыпается и говорит Как этого мальчика из Пятигорска зала? А сейчас А, Арчи И дальше спит Молодец! Тема приветствия истина в воде Вот ты сейчас берёшь и реально топишь наше выступление А ты, значит, спасаешь Шлюпка Вот прям Прям вижу, как тонем, тонем, тонем и за бревно хватаемся Значит, вы хотите спасти выступление? Конечно, хотим Пожалуйста, спасайте Ну, а мы хотя бы там реквизитом поможем Можно? Можно! Ой, Борис! Ну, здравствуйте, друзья! Теперь мы начинаем! Некоторые девушки для храбрости приходят на собеседование немного подвыпившие Прежде чем вы возьмёте меня на работу, у меня есть два вопроса Первый, сколько вы будете мне платить? Десять тысяч А второй вопрос Сколько? Да, сразу предупреждаю, спать я с вами не собираюсь Буду, но не собираюсь Теперь по зарплате Давай, 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 давай Девочка, что вы делаете? Кровать, реквизит Я просто смотрю, у вас разговор к этому идёт Здесь не нужна кровать Чё мне её назад переть? Бери! По Перу! По Перу, Таня Так вот, теперь по зарплате Слушай, Катька, подожди Ты такая сзади смешная Тебе задом выступать надо, честное слово Где вы раньше работали? Я работала на фабрике головных уборов Ой, извините, девушка Вы нам не подходите Подождите, почему? Сначала будет Тебе человек говорит Что работала на фабрике головных уборов Да она бобра потрошила Ты когда-нибудь потрошил бобра вот этими когтями? Да хватит! Я хочу участвовать в номерах Да я что, разве не даю? Танька, ты чё не даёшь? Да участвуй Я хочу сама участвовать Может, ты ещё на выборы голосовать сама пойдёшь? Пойду За Путина! За Путина Но сама! Катька Очень зауважала тебя Честное слово Никуда не уходи Я за орденом Так, всё Я больше не могу Дайте пистолет Я её зацелю Ты что? Это её только разозлит Да? А я знаю, как обидеть женщину Даже эту Влад, зови свою Аню Может, не надо? Надо! Зая, привет! А это кто? Это Аня Моя девушка А как же я? Ты что? Я же ради тебя Коня на скаку остановила Ты забыл? Я помню Я тебе больше скажу Это весь ипподром Помнит Да что она может тебе дать? Приносить тебе кофе По утрам в постель, а? Готовить тебе вкусный ужин Нарожать детей, да? Наверняка у неё богатенький папенька Пупит тебе машину Будете на песочке Загорать И заниматься безудержным сексом, да? Стерва! Стерва! Аня! Анючка! Да отстаньте от меня! Оля, Оля, прости, пожалуйста Я переборщила Он назвал меня старой облезлой кошкой Ну какая же я Кошка! Я сейчас ребят позову Не надо Я не хочу, чтобы они меня видели в таком виде Зови, так они не заметят, что я расстроена Ребята, идите сюда Что случилось? Что произошло? Оля, что? Я не заслуживаю такого обращения Видели, Медведевым, новогоднюю ночь? Вот так и Влад со мной разговаривал, как в последний раз Да ладно Завтра все смеяться над этим будем Да Я хочу, чтобы смеялись сейчас Мне не нужна такая поздняя реакция на этот номер И ничего Наша шапито тоже еще всем покажет, да? Идите к шатру, идите мы Вот сейчас все сидят в зале и думают Ну, сейчас она их обнимет Задушит башки им, поотрывает Конечно, люди ж на КВН ходят, шутки уже сами додумывают А вы вот как были дураками, так и остались Честно говоря Команда КВН город Пятигорск Очень сильно обрадовалась, когда узнала, что тема приветствия творим добро 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 Оля, ты могла это добрее сказать? Где я, где добро? Ты что вообще понимаешь, что говоришь? Кто вообще придумал? А, да Оля, это нормальная тема Конечно, Катичка Тебе хорошо говорить Тебе любая тема подходит А была бы тема приветствия и ничтожество А вот и Катя Оля, Александр Васильевич уже стоит злой Слышишь, Александр Васильевич, Катя говорит, что вы тут не в тему стоите Ты что говоришь такое? Ладно Стойте Сейчас Солетаю к Александру Васильевичу Разговор есть Ой, господи, за что ж мне такое наказание? О! О! Александр Васильевич, вот стоит перед вами простая русская баба Ч-чка Я предупредить вас подошла А сейчас на сцене будет выступать добрая женщина Не пугайтесь, это я Добро? Добро Ага Че, ребят, давайте по добру, по здорову, поехали! Добрый вечер Есть люди, встречая которых легко расстаться со своим добром Итак, представьте Автобусная остановка, 6 часов вечера А вы, а вы, а вы, а вы, ромалы А вы, ромалы, на царе, а вы Илька Светка Наташка Что вы делаете? Гадаю, я ж гадалка Молодая, красивая Позолоти ручку Всю правду тебе расскажу Че у тебя сзади, че спереди? Что? Ну, че было, че будет Че ты дрожишь? Мужика у тебя давно не было Как вы узнали? По руке? По лицу, ну, рожа у тебя Послушайте, женщина Где? Я что? Да ты че, мне только 13 лет Давай 10 тысяч За что? За молчание Какое молчание? Ах, нет, тогда слушай Всю правду тебе расскажу Как необходимо жить С кем не спать А с кем дружить Погадаю А с тобою рядом Кто и ты, надеясь А на что? Это ж как песня у цыган Молодая Да что вы делаете? Эй, молодой, красивый Как Спартак сыграл? Проиграл Фу, ты ставка не сыграла, а? А что так? Вы же гадалка Да тут же наши играют Тут хрен угадаешь Да вы шарлатанка Правильно говорят Цыгане врут Кто тебе? Кто тебе сказал? Цыгане Врут тебе твои цыгане Муж от тебя ушел Как вы узнали? Час Все-таки есть во мне что-то Так, мужа я тебе верну Только деньги вперед Ну, хорошо Я надеюсь, у вас есть квалификация А то Ко мне даже Лужков с Харатьяном приходил Муж с Батуриной? Муж с Батуриной Я все время путаю Опять ты Тебе сколько раз говорили Чтоб тебя больше тут не видели Давай иди Пока я тебя на 15 суток не закрыл Че ты вылупилась Идея тебе в конце Все начальное Пока еще не понял Что делать надо И как сделать так Чтобы мой выход был оправдан За кулисами актеры переодеваются А я здесь парюсь Чтобы заполнить паузу И вот уже за спиной Выходит мужик с газетой Озадаченный чем-то В домашний халат одет И, наверное, ждет жену Что на встрече одноклассников Мы готовы? Объявляй! Одноклассника! Случаи в семье! Привет! Ну как встреча выпускников? Зай! Ты че меня ждал? Ты по мне скучал? Конечно скучал! Тебя пять дней не было! Ну стой! Ну не ругайся! Мы так классно отдохнули Я всех-всех увидала Представляешь? Муж Смирновый Напился Подрался с мужем Петровым Так, стоп! Это что? С мужьями тоже можно было приходить? Зай! У меня ровные ноги! Я тебе говорю Это что? С мужьями тоже можно было приходить? Представляешь? Они нарушили правила! Ты почему так долго? Ну мы сидели, вспоминали Что? Где я живу? А вот почему ты не вовремя, да? Дети спят? Спят! Дома убрано? Убрано! Есть, есть! Есть! Зачем вовремя? Что, сынок, явилась твоя ненаглядная? Мамочка, мамуля приехала! А ничего, что я шесть лет назад приехала? Шесть лет? Вы, наверное, кушать хотите? Зай, я так есть хочу вообще! Да ты посмотри, она же никакая! Можно подумать! Я каждый день хожу на встречу выступников! Зайкнула! Зай, я беременна! Что? Да! Чем поверил, я пошутила! Конечно, поверил! Семь раз она не шутила, тут бах, пошутила! Зай, дайте куртку купим! Ольга, ну че ты деньги взяла? Зай, дай три тысячи! Откуда? Ну мы ж на куртку откладывали! Так, а ну быстро спать! Можно подумать! Я спать сказал! Ребята, смотрите, я нашла Олин дневник! В этом дневнике я храню свои самые сокровенные мысли! И если вы его не положите назад, я подрываю вам бошки! И это будет соответствовать всем и приветствия! Потому что читать чужие дневники, это зло! Оль, прости, мы больше не будем читать! Конечно, не будете! Не читать! Не писать! Не ходить! Оля! Стоять! Оля, пожалуйста! Бежать! Пожалуйста! Стоять! Пошел! Пошел! Бежать! Узнав тему игры, команда КВН «Город Пятигорск» ударилась в лирику! Снова нет пустого места знатных дам и кавалеров полон зал! Это значит, что команда КВН «Город Пятигорска» снова даст вам чудный бал! На балу императрицей буду я, таков порыв моей души! И вечерний экипаж меня уносит на окраину Москвы! А там жальная цареубийца! Иди ко мне скорее, буржучик, поболтайся в петле! Я жгу поместья, бью людям лица! Короче, нас заждаю по всему местной части на земле! Оля, что ты делаешь? Ты все портишь! Ты вышла не в тему! Что значит не в тему? Между прочим, сейчас октябрь! А, да прекрасно! Да, да, да! Ты портишь все выступление! А у нас, между прочим, бал! Да ладно! А такой щене, как будто армяне костюмерную обокрали! Это про вас! Да хватит! Мне надоело играть в команде с этим шмондером! Швондером? Я бы тебя сейчас пристрелила! Да боюсь, не эти судьи мне пятерку влепят! А мы собрались! И в атаку! Поехали! Ну, здравствуйте! В Пятигорском роддоме номер один должен появиться на свет миллионный житель! Мэр города, повинуясь своему прекрасному душевному порыву, уже пообещал его родителям подарить трехкомнатную квартиру! Итак, Пятигорск роддом! Да, Зай, я тут одна, ага, так что квартира наша! Че б я съела? Ну, купи селедочку с конфетками шоколадными! Ага! Здравствуйте! Здрасте! Детское отделение этажом ниже! Да нет, я тут рожать собираюсь! Зай, я перезвоню! Кстати, вы слышали, тому, кто миллионного ребенка родит, квартиру дадут? Не, не слышала! Я так тут пришла четырнадцатого рожать, а то мне с тринадцатью в коммуналке как-то одиноко! Четырнадцатого? Да, мы ему даже имя придумали! Людовик! А ваш муж будет на родах присутствовать? Нафига! Ну как, такое событие! Какое? А, и это, не! Мы с мужем сразу договорились! Я не смотрю, как он бреется, он не смотрит, ну ты поняла! А мне вот квартира совсем не нужна, знаете, для меня главное, чтобы ребеночек здоровый родился! Да, да, да! Ой-ой-ой! Что, что? Ага! Квартира и не нужна! Алло! Че, купил уже селедочку с конфетками? Ну, умничка, не надо уже! Купи мне зефир! Ну, не простой, знаешь, со вкусом этого кресла! Ну, 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 ну ты же еще не искал! Ты меня не любишь! Это сколько ж у вашего мужа терпения? Хочет бы как гаркнула на тебя! Да боюсь, тебе квартира достанется! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, ой, кажется, начинается! Так, стоп! Чего? А ну, сейчас! Сиди, я сейчас! Я сейчас, моя родная! Да, колясь! Мальчик, че так долго? Да заболталась тут со мной, ага! Любовь – это самый прекрасный душевный порыв! Ну, а история наших героев, наверное, никогда не закончится! Итак, Саша и Катенька в Испании! Сашенька, как же хорошо, что мы решили провести виновый месяц в Испании! Только ты и я! Больше никого! А не надо лежать там, где я хожу! Разбросала свою бошку по всему пляжу! Извините, кукурузу не носили еще, так кукурузы бы съела! Варвара! Сашенька! Ой, как честен мир! А я, главное, в турагентстве смотрю фамилии, имя, отчество, фотографии ваши! Думаю, вы не вы! Вы что, за нами следите? Вольно мне надо за вами следить! Месяц, потом два часа в багажном отделении лететь! Где мы хоть? Варвара! У нас медовый месяц! Да! У меня, может, подумать, как будто нет! У меня тоже медовый месяц! С кем? Да вот, с Игорем! Синьора, ке паса? Да подожди ты купаться, у меня тут с бывшим чертем! Игорь, я тебя умоляю, в прошлом и не ревнуют! А давай не обращайте на нее никакого внимания! Вот давайте, не обращайте на меня никакого внимания! Лучше сфотографируй меня, любимый! Катюша, какая ты у меня сексуальная! Вера, в вашей эротике больше! Игорь, скажи! Ох, ты, фамилия, сейс, ты, октябрь, миль, ново-четис! Да, Игорь, не говори, на ее что-то не одень! Ага! Так, ну все, мне это надоело, я ухожу! Катюша! Саша! Да поймите, не люблю я вас, у нас нет ничего общего! Как? А родина? Сашенька, Сашенька! Ке паса? Та не купайся, кто тебя держит, глянь! Сашенька, а хотите, я ради вас Игоря брошу, а? Дорогие друзья, тема игры лирика, это, знаете, такое лирическое настроение. Цыплятки мои, идите сюда, ребятки. А, где Катя, где эта жаба? Катюша, зайка, иди сюда. Знаете, я хочу открыть вам секрет. Мы на самом деле не команда КВН, мы семья. Правда есть, ребят? Да. Вот. Сев, ты что молчишь? Не знаю, у меня как-то своим вам папа есть, честно говоря. Вот видите, друзья, мы семья. Потому что другой причины, почему я играю с этими дебилами, просто нет. Сева, иди сюда. Сев, иди сюда! К финалу команда КВН город Пятигорск подготовила незабываемое шоу. Когда приходит кот молодой, а старый уходит прочь, Кедон вершится мечте любой, такая уж эта ночь. И Новый год, что вот тот настанет? Кабуль, 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 кабуль. Оля, ты опять портишь наше шоу! А, это шоу? И как оно называется? Спарта-сборная пропасти? А у тебя картина рейпи на бурлаке на Ольге! Слышь, отморозь, фургу не мети! Что вы стоите, вы же мужчины! Мужчины, два года за ее спиной простояли, прошушукались! А ты прошушукались! Да что ж, ты такая злая! Да потому что это финал! И тут надо рвать зубами, а не мять деснами! Вот именно, Оля, финал! И если мы из-за тебя проиграем, мы больше никогда не соберемся! А если, Катя, мы из-за тебя проиграем, мы обязательно соберемся, да? На 9 дней, на 40 дней, да? Это у меня такая же шоу! Поэтому для всех лучше собраться сегодня и выиграть этот финал! Понятно? Да! Поехали! Друзья! Нигде так не ждут Новый год, как в детском саду! Ну а такой ребенок наверняка был в каждой группе! Так, дети, здравствуйте! Картункова в угол! Зачо я еще ничего не сделала? А что, мы ждать будем? Иди! Картункова в угол! Картункова в угол! Так, все, тихо, ребятки! Сейчас мы будем разгадывать загадки! Ножницы, огурец, расческа, груша! Так, Картункова, ну если ты самая умная, может быть, ты нам загадку загадаешь? Лает и кусает, потому что ее никто не раздевает! Кто это, а, Екатерина Ивановна, а? Так, ты у меня останешься без запеканки? Пофиг! А вот Дедушка Мороз придет на Новый год и спросит, кто себя плохо вел в этом году? И что ты скажешь? Толик! Какой Толик? Сердюков, прикинь! Так, ты у меня весь день в углу простоишь! Все, детки, тихий час, всем спать! А кто не будет спать, поставлю в угол Картунковой! Когда на Новый год Дед Мороз поздравил всех и подарил подарки, он возвращается домой, где его ждет любимая жена! Ну давай, рассказывай, где ты был? Подарки дарил! Подарки, зашибись! Я, значит, партию китайских игрушек взяла, думала, перед Новым годом денег заработаем! Он взял их все раздарил! Ну это же дети! Дети? Это дети, да? Я год работаю, он за ночь все выносит! Я год работаю, он за ночь все выносит! Год работаю, за ночь все выносит! И так 2013 раз! Ну работа у меня такая! Устроился он на работу, сутки через 364! А что ты летом не работаешь? А нет, летом работаешь! Ты что, гардеробщица? Ты посмотри на себя, 40 лет ты выглядишь как дед! Ты-то такой себе не выглядишь как дед, что я тебе не дочку, а внучку родила! Мам, ты звала? Звала! Вот ты мне, Сигурочка, скажи, ты кем хочешь стать? Не знаю! Не знает она, слышишь? А что ты умеешь делать? Хороводы водить! А от кобыли 28 лет она хороводы умеет водить! Утист в глаз моих! Ходит он в этом пальто и в валенках, выглядит хуже, чем пленный немец! Да зато меня дети любят и уважают! А не эти ли дети про тебя стишок сочинили? Здравствуй, дедушка Мороз! Борода из ваты! Ты подарки нам принес! Любим, уважаем! Дамы и господа, прослушайте новогоднее обращение к женщинам Российской Федерации! Без тебя, без тебя, все ненужное стало сразу без тебя! Здравствуйте, девушки, женщины, бабоньки! Вот уже три часа, как наступил первое число, а это значит, мы можем поговорить без мужиков! Девчули мои, на ближайшие 10 дней именно нам предстоит стать сильным полом! Но ведь жалко, мужиков не вывозят они! Вот говорят, нужно повышать рождаемость! Давайте разбираться! Женщине за рождение второго ребенка дают, правильно, 300 тысяч рублей! А первому мужику, который родит, миллион долларов! Я не пойму, вы кого стимулируете! Хочу обратиться к женщинам от 60 и выше килограмм! Сестры! Вот вы спрашиваете, как похудеть, может не жрать? Я вам как на духу скажу, я столько перепробовала, все такое вкусное! Ну как не жрать-то, а? И закончить хотелось бы свое обращение словами жены великого Сократа Ай, это он на людях такой умный! Спасибо! Ну и сейчас хотелось бы обратиться ко всем мужчинам Мужчины, берегите женщин, балуйте женщин Не обижайте женщин Ну, хотя бы сегодня Ну, хотя бы вы Ну, хотя бы Меня Меня Спасибо! Спасибо! Команда Горида Горида Петербурга! В нашей стране дорога к морю проходит через Кавказ А на Кавказе слабый пол носит кувшины А сильный пол носит кинжалы Я сказала «Хей!» Оля, ты ничего не перепутала? А, да, кинжал с этой стороны, спасибо, Арчи Почему я в костюме шашлыка? Радуйся! Первый раз у мужиков до тебя слюни потекут Оля, отец узнает, что я надел платье и убьет Заткнись и танцуй! Скорее бы отец узнал Вау! Вау-вау-вау! Мужчины! Вы почему позволяете так с тобой обращаться? Что, трудно подойти? Это слюнина? Нет Подойти к ней и сделать вот так Послушай, женщина Знай свое место Слышь ты, волосатый лунопарк А меня так покатаешь? Я надеюсь, она шутит Я шучу Я шучу Жюри, пометьте, я шучу Твое дело было станцевать и свалить Ты что разорался? Зачем ты их в юбке вырядила? Это платье Неважно На них же вся страна смотрит Как вся страна? И Пятигорск? Спасибо Послушай, женщина Эй! Она и шесть женщина Что за вечер открытий, а? Все, успокойся Вот что они тебе сделали? Что они мне сделали? Я тебя спрашиваю Что они тебе сделали? А они мне что Вы что-то сделали? Нет А хватит Что вы ее боитесь? Она одна А вас много Это же как прутики Один легко сломать А вас шестеро Если вы все вместе Все на 45 было! Да! Прутиков? И Прутиков Царство ему небесное А он поздоровее тебя был Так что шел бы ты отсюда По добру, по здорову Пока не стал первым Кавказским Недолгожителем Амурат Оставь их Пойдем Пускай сами разбираются Ладно Я уйду Ну а запомни, женщина Тронешь их еще раз Я тебя в бараний рук скручу Слушайте, вот наглость, а И главное, пользуется, что он физически сильнее И хамит мне, да? Такая низость этим пользоваться, да, ребят? Ага 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 Макалки чертовы Могли бы заступиться Все-таки 30 сезон Пора удивлять Скажет еще Пятигор сдулся Ты че стоишь? Давай объявляй В жизни каждой актрисы Наступает закат карьеры Ту-ту-ту Каркаешь стоишь мне Итак, представьте Театр юного зрителя Гримерка Да Да-да Ольга Александровна, здравствуйте Денис Леонидович, здравствуйте, голубчик Ольга Александровна, у меня к вам неприятный разговор Что случилось? Вы 20 лет работаете у нас в театре 20 лет, да Мне тяжело об этом говорить Но пришло время нам с вами Не продолжайте, это театр И у меня свои законы Ну что ж, секс так секс Да какой секс? Я хотел сказать, что мы вас увольняем Потому что вы пьете перед выступлениями Ну это чтобы войти в образ Передать характер Бред какой-то Знаешь, как синьора помидора подменить Так Ольга Александровна А как женщина, можно сказать, одинокая 50 грамм котичку перед выступлением Так Ольга Александровна Хоть поверьте, хоть проверьте Так все, вы уволены Вы не можете меня уволить Я прима этого театра Вы меня, конечно, простите, но у вас от примы Только кашель и табак в карманах А как же дети? А это все ради них Вы же когда дюймовочку играете Детям жалко жабу Молились ли вы на ночь, Денис Леонидович? Чего? Помогите Вау, женщина! Кавказ, кто удержится вместе Кавказ, кто удержится вместе Я тебя предупреждал Слушай, Камикадзе Че ты ходишь к нам? Зачем ты его душишь? Да это КВН, тут все условно Ну понарошку, понимаешь? Я не позволю так с ними обращаться Слушай, как тебя? Мурат Мурат Ты кто по жизни? Я чабан баранов послал Послушайте, коллега Вот вы как своим баранам объясняете, допустим, дорогу к морю? Никак, я их палкой гоню Ко мне какие претензии? Я задумаюсь, что? Я говорю, мы не бараны Баран, баран Значит, вы с ним заодно, да? Да Ну хорошо, я вам устрою Он затем переустроен Не волнуйтесь, ребята Вы команда, а она без вас никто Вот, ребята Это сцена. И на ней вы будете стоять. Что, просто стоять? Ну, почему же просто стоять? Конкретно ты, девочка, будешь иногда лежать. Оля, кто это? Это команда КВН «Город Пятигорск». Как это? Ну, раньше это была команда КВН «Город Пятигорск». А теперь это команда КВН «Город Пятигорск». Как ты можешь так с нами поступать? Ты же говорила, ты к нам как мать относишься. А мы неблагополучная семья. Так что оставайтесь со своим защитником овечества. Что ты сказала? У него нож! У него нож! Слушай, а ты меня достал. О, Господи, она снимает часы! 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 Ну и что вот это ты часы снимаешь? Что произошло? А ты киджал достал! Че сейчас дальше будет? Я женщин не бью. Это святой обычай. Слушайте, ребят, давайте его к себе возьмем. Будет меня на руках носить, скажем, обычай такой. А, Мурат, мы приглашаем тебя в КВН. Да не нужен мне ваш КВН. Так, подожди. Это обычай. Если горца пригласили в КВН, он должен посвятить этому всю свою жизнь. Мне не веришь у Гусмана, спроси. Ну что, договорились? Договорились. Команда КВН-город Пятигорск, похлопайте по обычаю. По обычаю. Краткое содержание предыдущих выступлений. Одна крупная, на одной хитрая женщина издевается над людьми. Все. Но с появлением в команде настоящего мужчины все изменилось. Ну где вы, банда? Ну что, нравится быть мужиками? Вот Оля разозлится, когда узнает, что мы без нее мужиками стали. Да, 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 да. Вам нечего бояться, потому что вы теперь банда «Бешеные псы». Извините, а можно «Бешеные псы» Пятигорского муниципального округа? Нас просто администрация поддерживает. Вам можно все. Главное – верить. Верите. Верите. Ухты. Мы вышли из бухты. О, а что это немцы делают в театре российской армии? Так они пленные. Вообще-то, мы «Бешеные псы». Какие? Бешеные! Ой. Вот, Таня, я тебе говорила, их надо было усыпить. Ага. Эй, псы! А вот и ваша пойла! У-у-у! А это ваша жучка? Ха-ха. Таня сейчас жучка сказала? Да. Господи, показалось, что сучка со сцены сказала. А то сейчас с этим законом новым вообще нельзя со сцены говорить. Что нельзя говорить? Сучка. А-а-а. Дорогие мои четвероногие друзья, быстро шкурки скинули к номерам. Ну, Мурат... Я стала быстрая! Друзья, тема игры «Вера». Многие верят, что некоторые вещи можно сохранить в тайне. Однако тайное всегда становится явным. Ну, здравствуй. Так вот ты какой, Павел Иванович. Подождите, женщина, какой Павел Иванович? Вы ошиблись. Разве? А у вас какие последние цифры на телефоне? 29,19? Да. Ну, значит, никакой ошибки нет, Павел Иванович. А... А вы кто? Я! Я своя! Как это своя? Ну, Коленька вчера при мне с вами по телефону разговаривал, сказал, Павел Иванович, я сегодня не могу, я со своей на базар иду. А я просто... Присядем, Павел Иванович. Что ж ты, Павел Иванович, так Коленьку работой загружаешь? Он же домой приходит, уставший, поздно. Я ему говорю, Коль, ну сядь, покушай. Он говорит, а я на работе перекусил, отвернется и храпит. Павел Иванович, от этих ваших перекусов я голодаю. А я давеча подумала, что он себе кого-то завел. Ну, у меня, Школенька, видный мужичок, да? А то сейчас этих шалаф прям пруд прудит. Ну, тебе ли не знать, Павел Иванович? А я что, пришла? Коленька сейчас на больничном. А потом вовсе увольняется. А вы не думали, что Николай просто влюблен в свою работу? Честно говоря, думала. А сейчас посмотрела, не. Работа серая, невзрачная. Вот я помню, я его с прошлой работы увольняла. Вот это была работа. А это так! Друзья, все знают, что театр начинается с вешалки. А в Пятигорском театре, если у вас нет петельки, там же и заканчивается. Так, мужчина, телефон не доставайте. На премьере зазвенит, будет мешать смотреть. Ну, у вас же на табличке написано, ценные вещи в одежде не оставлять. От паразита. Я ее снимаю, они ее вешают, а. А точно телефон не пропадет? У нас образцово-показательный гардероб. За 20 лет ни одного, а воровства не доказали. Женщина, я пальто сдавала, а в нем чьи-то зажигалки. Ой, моя! Спасибо большое! Все-таки есть еще хорошие люди на земле. Спасибо тебе! Вы что, в нем выходили курить? А ты что хочешь, чтобы я заболела? Я и так курю! Да вы в него прожгли! Вот где? Да вот, смотрите, прожгли! Ой, Господи, кропаль упал! Вони больше, чем дырки! Иди давай! Так, очкарик, тебе что? Ой, это у тебя глаза! Ничего себе! Так, стоп, КВН! Так, мужчины! Я не понял, вы что опять под ее дудку пляшете, а? Ты что, горничная? Че, это я горничная? А че ты врываешься в мой номер без разрешения? А вдруг я тут голая? Аплодисменты! Так, я не буду с тобой разговаривать, женщина. Твое место у плиты. Точно, у плиты. А на ней твоя фотография и годы жизни. Ты пустая, грубая, мымра! Че ты сказал? Ну, мохнатая гора. Щас я тебе твой кавказский хребет ломать буду. Оля, ты знаешь, я женщин не бью. Тебе же хуже. Я, значит, пустая, да? Полная! А-а-а! Я полная! Да я фигурально! Фигу... Я поняла, что ты про фигуру говоришь! Стой! Ты вынуждаешь меня идти на крайние меры! Ах ты, зараза, ты... А-а-а! А-а-а! Вот теперь точно конец. Приветствия! Тебе конец. Вон мой муж. Валера! Я тебе говорю! Валера! Валера! Да Валера! Альфа, ты! Команда КВН, город Пятигорск, очень сильно обрадовалась, когда узнала, что тема игры — земля! Мы люди! Мы люди! Мы люди! А я земля! Скучали все лета! Мы... Крестная мать! Крестная мать КВН! Тон Карлиоля! Тон Карлиоля! Тони, кто эти твари? А... Таня, кто эти люди? Это твоя команда, Оля! Оля, ты что, ногу поломала? Да! Ну чё, Оля ногу сломала? А чё, я не могу ногу сломать? Можешь! А подождите! С твоей ногой что? С парашютом прыгала! Да, неудачно приземлилась! Почему? Очень даже удачно, учитывая, что парашют не раскрылся! Господи, её даже земля не принимает! Земля не принимает! Ой, ты не переживай! Пока ты будешь на больничном, я за всем присмотрю! Да сейчас присмотрит он! Я сама обо всём позаботилась! Девочки, заходим! Ты агрегат! Душа, ты! Душа, агрегат! Ты агрегат! Душа, на 100 километров! Оля, это кто? Это Оля-заменители! Ну что, готовы к кастингу, коровушки? Кто коровушки? Да! Мои умнички! Вы остаётесь! А коровушки свободны! Ой, гляньте, сейчас машина юмора запаску себе искать будет! А вот и раздражитель! Так, ты, всеки ей! Ну, ей же больно будет! До свидания! А если и я, и всеку? До свидания! Почему? Что значит «если»? Никаких сомнений! Женщина, я понимаю вашу волю к победе, но жрать соперниц – это перебор, по-моему! Девчонки, ну соберитесь, в конце концов! Это же Первый канал, вас убедит вся страна! Ты чё, мать, о таких вещах предупреждать надо! Ой, что ж теперь делать-то? Ничего, Кутузов с одним глазом войну выиграл, я чё на одной ноге? Полуфинал не выиграю! Да? И как ты теперь собираешься играть? Как-как? Как Аршавин сидя! На ум объявляй! Друзья, в последнее время на дорогах появилось очень много женщин за рулём! А на нашей родной земле они ещё и таксуют! Слушай, а походу у тебя ремень этот ГРМ на зуб перескочил, да, поэтому движок и потраивает! А так вообще я в велосипедах не разбираюсь! Здрасте! Свободны? Тысяча! Аэропорт 300! Поехали! Чё, стёкла запотели? Чё, пьяненькая? Нет! Я, что ли? Хочешь, анекдот расскажу? Нет, спасибо! Ну, как хочешь! А я, прикинь, сегодня на вызов приезжаю, а из подъезда выходит немец француз и русский, а королям говорит... Кто моё дочь? Да прекратите! Ага! А чё это вы проституткам сигналите? А чё мне их давить, что ли? Женщина, следите за дорогой, пожалуйста! За дорогой, пусть Собянин в Москве следит! Знаете, вообще очень интересно, как вы таксисткой стали! Ой, это очень смешная история, как вспоминаю, всё время смеюсь! Ага, утром, значит, проснулась, решила пойти в такси работать! И пошла! Странное у вас чувство юмора! Женщина! Так, а почему мы тут свернули? Сейчас человечков заберём от них! Каких ещё человечков? Давай, поехали, поехали, поехали! Ты рот закрой, закрой рот! Всё, тормози! Хлебы домой купи! Так, знаете что? Высадите меня прямо здесь! Ага, 1300! Как, я же сказала 300! А я сказала 1000, и того 1300! Да ладно! Слушай, ну ты прям молодец! Ребят, чувствуете, да, как одной ногой уже в финале? Да! Причём правой! А прекратите! Она же сейчас слабая женщина! Что ты сказал? Кто слабая? Тань, кто женщина? Беззащитная! Я его сейчас пристрелю! И в конце концов, она человек! Слышь ты, кто человек? То есть, ты думаешь, ты можешь стоять вот так бесцеремонно, меня оскорблять? А за меня и заступиться некому? Александр Васильевич, вы не заняты? Можно к вам? Он был старше, она была хороша. Только не подумайте, Александр Васильевич, что я к вам подкатываю. Александр Васильевич, вот скажите мне, почему люди такие жестокие? Почему? Нет, нет, барьер непреодолим. Я наткнулась на стену непонимания. Эти люди стояли и смеялись. Боже мой, Васильевич, это же твои дети. Ну что? Что я сделала им плохого? Ну, практически ничего. Так, все, забирайте их. Ура! Так, все, отдавайте их. Хорошего понемножку. Это я не вам, Александр Васильевич. Ну вот что мне делать? Олечка, да срастется все у тебя. Не переживай, срастется. Александр Васильевич, где же вы раньше были? Я вот за эти слова вчера в больнице пятеру отдала. Спасибо. Оль. Оль. Ты прости нас, пожалуйста. Мы действительно не должны были так себя вести. Да, прости, пожалуйста. Ты все-таки больной человек? Да. Ага, еще это нога. Орщик! Да ладно, ребят, можно подумать. Я не знала, что вы всю жизнь мечтали надо мной поглумиться. Думаете, я ни о чем не мечтаю? У меня на данный момент две мечты. Одна это пройти в финал, а вторая узнать, чья вот эта мечта была. Ну ничего, друзья, ногу сломать можно. В Пятигорск нельзя. Да! К финалу команда КВН город Пятигорск подготовила настоящее олимпийское шоу! Греет в вышине И зовет олимпийский огонь золотой Будет земля счастливой и молодой Смотрите, дождались. Наконец-таки они на небесах. Очень смешно. А ты не боишься, что тебя молнией ударит? Картонной. Че, сжались колечки? Че это было? Между прочим, наш выход символизирует олимпийский финал. А, я так понимаю, прям самый-самый финал, да? Когда олимпиада закончилась, все разъехались, армянские дети нашли факел и играются. А вы кто? Мы, олимпийские богини. Да. И где же, интересно, ваши олимпийские боги, богини? Здесь! Встречайте! Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов! Призер олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слубская! Призер олимпийских игр, чемпион мира Европы Глеб Кальперин! Олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира Анжелика Тиманина! Олимпийская чемпионка Анна Кавриленко Вот с этими людьми, я думаю, будет логичнее попробовать выиграть Олимпийский финал, да, ребят? Да, тем более наши люди в жюри Александр Дмитриевич, добрый день Смотри, Ильяна Исымбаева здесь в жюри Ты смотри, и тут выше всех прыгнула Ой, они, конечно, хорошие спортсмены, но они не могут говорить смешные вещи Почему? Многие из них депутаты Я вообще не понимаю, зачем нужно было совмещать КВН и Олимпиаду? А вот сейчас мы с Александром Васильевичем стоим и думаем В чей же огород ты камень кинула? Так, освобождайте сцену Сейчас выходят настоящие профессионалы Да что ж, это такое, а? Сколько можно это терпеть? Последняя игра сезона, была не была Ну, мы, наверное, пойдем Да, пошли, правду говорят КВН уже не тот Оу-оу-оу-оу Прекратите Сейчас игра Да, правильно Сейчас игра Ну, вы меня здорово, ребята, разозлили Да Я когда злая, капец Всем объявляй на ум, поехали! Да! За то время, которое мы играем в КВН Наша Оля замахивалась на всех Кроме, пожалуй, Шекспира Итак, Ромео и Джульетта Недалеко от Олимпийского Турина В Вероне, где встречали нас события Там две семьи вели междоусобные бои И не могли унять кровопролития Но много лет минуло с той поры Дружны теперь Монтекки с Капулетти Две некогда враждующих семьи Объединила ненависть к Джульетте Поймите же, друзья, это война Тут либо мы, либо она Да Сейчас вот Новый год и десять выходных Вновь из Вероны увозить родных Нет Она ж как по Вероне ходит пьяненькая Ее боится даже младшая Емельяненко Убьем ее Да Возьмем ножи и сердце ей пронзим Она идет Потом договорим Ты где была всю ночь? Вновь изменяла мне? Об этом говорят по всей Вероне С каких-то пор? Разврат считается грехом в стране, в которой правил Берлускони О, девять утра Пора ложиться спать А то мне в девять вечера вставать О, господи, ну как мне с нею жить? Не раскисай, быть может, отравить Запробовал Взял литр яда Пригласил в фамильный склеп Она яд выпила Спросила сразу, кто производитель Короче, теперь в Вероне яда больше нет Сейчас перешла на стеклоочиститель Ну раз уж невозможно отравить Один лишь выход Сердце ей разбить Она идёт Походу, скоро станет холодней Чего? А что-то белки стали пожирней Прости, Джульетта, за дурную весть Признаться должен У меня другая есть Сказал, как выстрелил Твои слова, как пули Они мне сердце девичье погнули Ты кто такая? Это Дэс Дэмона Она меня безумно любит Да Тогда к ней будет два вопроса Слушаю Ты верующая? Нет Тогда вопроса номер два не будет Что ж, нет повести печальные на свет Оля, 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 Оля Сумас! Что ты делаешь? Она меня ударила Оленька, успокойся Сегодня финал, прости её Ага Знаешь, что будет, если я её прощу? Акела промахнулся Акела промахнулся Да, им уже новый вожак Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да Да вы понимаете, что на нас вся страна смотрит Нас показывают на первом Вот я её и повешу на первом, суку Это я ещё во втором слое неправильное удаление поставила Да сколько можно ссориться? Вы поймите Мы же семья Оль, прости меня, пожалуйста, что я тебя ударила Ты меня тоже прости Но перечислять не буду То есть, мир? Мир Ну, когда-то это должно было произойти Друзья, Олимпийский финал, мечты сбываются Сегодня мы хотели бы осуществить мечту наших дорогих и близких людей Которые помогали нам все эти годы Шили костюмы, реквизит Помогали добрым словом И многого не надо, просто постоять секундочку с нами на сцене Александр Васильевич, можно? Ребят, идите сюда! Ну что, сбылась ваша мечта? Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok